В Кашхабской школе номер один ведется систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Цель работы – воспитание культуры поведения на улице, в транспорте и обучение правилам дорожного движения. Так, 29 ноября юным участникам дорожного движения еще раз напомнили о правилах безопасного поведения на дороге. Волонтеры школы в форме театрального представления разъяснили, как правильно переходить проезжую часть в различных дорожных ситуациях. Учащиеся закрепили назначение сигналов светофора. Приветствуем вас! Отряд ЮИИ МВУ СОЖ номер один «Фассаж»! Привет вам, граждане страны! Вы нас услышать все должны, ведь здесь о правилах движения мы начинаем выступление! Чтобы горе не случилось, не случилась вдруг беда, наш отряд ЮИИ поможет! Вам, ребята, как всегда, мы покажем и обучим! Мы юидовцы в отряд! Всем мы правилам обучим! Знанием каждый будет рад! Помни, дорога без риска – наша цель! Привет, Диана! Привет, Сумира! Разве ты не видишь? На светофоре красный свет горит, а ты переходишь в дорогу. Ты такая вся, как королева, не смотрю я никогда, ни направо-налево. Пешеходы машины, большое движение, заявляйте ко мне, вы все уважение. А ты же такая вся, как королева, посмотри хотя бы раз, ты направо-налево, пиши ходы машины, большое движение, проявляй к ВНВ, всегда уважение. Ну что, за вами будем убеждать? А может, лучше показать? Перевернем альбомные страницы. Пусть этого никогда не случится! Этот юноша не полоскутерен. Привысив скорость, он не справился с управлением, и получил сотрясение моста. Данных осуждений можно было бы избежать, если бы на нем был мост за шлем. А эта девочка спешила в школу, переходила дорогу в неположенном месте. Хорошо, что водитель успел затормозить. А этого мальчика мы успели остановить. Он не успел ударить по мячу, играя на прежней части. И теперь он в наших рядах. Время торопит, темп ускоряет, только оживок оно не прощает. Знаки дорожного движения мы должны знать как таблицу умножения. Мы все безопасность дорожного движения. Мамы, папы, дяди, тети, сколько б не учили нас, Вы пример нам подаете, мы вовсю глядим на вас. Пешеход ты или водитель, бизнесмен, руководитель, взрослый, ты всегда родитель. Ваш пример для нас наука. Я водитель, помогите, пешеходу объясните. Ехал, никого не трогал. Вдруг лежу через дорогу, устремился пешеход. Вовсе обнаглел народ. Если я уже в пути, разве может он идти? Расскажите, пешеход, там указан переход? Да, конечно, зебра-знак. Что ж, водитель, так, так, так. Ну а светофор там был? Нет в том месте светофора. А это значит для шофера никогда не забывать пешеходов пропускать. Нарушайте, гражданочка. Так, товарищи, минутку. Это что еще за шутки? Кто сказал, что за рулем, с телефоном, что с огнем? Я, девчонка деловая, постоянно занятая. Быть всегда должна на связи. У меня клиенты в базе. Человек вы деловой, ну а руль одной рукой разве вас держать учили? Или вы все уже забыли? По телефону разговаривая, можно угодить в аварию. Я чего-то не пойму. Что за правило движение? Объясните, почему мне нельзя быть на сиденье? Для тебя, малыш, известно, специальное есть кресло. И надежно, и удобно. Между прочим, очень модно. Правил дорожных на свете немало. Небо их выучить нам не мешало. Сидишь в машине, пристегнись. Не пристегнешься, берегись. Там впереди на вираже опасность. Ты поймешь уже. Вот поворот, он очень крут. И пешеходы здесь идут. Водитель, ты за них в ответе. Не жми на газ в прекрасном свете. Внимательнее водитель будь. Природ неровной, в добрый путь. А пешеходам на дорогу нельзя беспечно выходить. Пишет участникам движения, помочь любезно светофор. Он лучше другой пешехода. А для водителя закон. Пусть всегда сияет солнце. Пусть всегда мы слышим смех. Пусть в нашей местности дороги станут безопасней всех. Когда спешишь, ты в школу еле в душах. Или домой идешь по словам не спеша. И когда с русями ты на улицу выходишь гулять. Пусть в нашей местности дороги. В следующей части все внимательны и собраны вновь, и от луку дорожную ты вручить не позовусь. Профилактическое мероприятие прошло на территории новой спортивной площадки. Во время акции на малышей были надеты сигнальные жилеты со светоотражающими элементами. Такими жилетами снабжены все образовательные учреждения района. В завершении детей провели по пешеходным переходам районного центра, показав на практике, как это должно быть. Мероприятие имело обучающий, развивающий и воспитательный характер. Цели и задачи, поставленные перед организацией данного мероприятия, достигнуты и реализованы в полном объеме. Надеемся, что знания, которые обучающие получили, станут основой их дальнейшего безопасного передвижения по улицам.